12.06 на часах, продолжается наша передача. Напоминаем, что сегодня среда и по средам у нас по традиции программа разворот на бизнес. Партнер программы разворот на бизнес Кировский завод Сельмаш. — Олег Прохоренко и Владимир Сметанин. — Ведущие передачи. Еще раз добрый день. Продолжаем нашу тему, нашу беседу. И у нас небольшое пополнение в составе гостей. — Сначала озвучу тему. Тема называется «Когда вагончик тронется». Обсуждаем мы сегодня дефицит или сложности с отправкой грузов по железной дороге и дефицит вагонов. В гостях у нас Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. — Еще раз добрый день. — Александр Чернигин, юрисконсульт компании «Арсенал». Ольга Любимова, директор Азиатско-Тихоокеанской экспедиторской компании. И подошла Светлана Куклина, советник по экономике Вятской торгово-промышленной палаты. — Добрый день. — Добрый день. Здравствуйте. — Тоже эта тема немножко с другого ракурса будет рассмотрена. Мне бы хотелось в продолжение предыдущего эфира, сейчас просто разговаривали еще в перерыве, и говорили о создании в прошлом году, если я ничего не путаю, электронной торговой площадки грузовой перевозки, через которую, в принципе, по логике вещей, должно было быть грузоотправителем, грузополучателем удобно работать. — То есть все какие-то моменты негативные должны быть тем самым ликвидированы? — И которая должна была бы объединить всех операторов, но чтобы не было этого диссонанса, когда пустые вагоны идут в регион, пустые из региона, а все потому, что они принадлежат разным операторам. — И нет между собой координации. — Насколько эта площадка востребована, и насколько она имеет перспективы с точки зрения нормализации процесса, именно как единый какой-то диспетчерский центр? — Кому вопрос задаем? Светлана Анатольевна? — Нет, сначала, наверное, Александр Ильичевна Валерьевна. — Пожалуйста, обрисуйте ситуацию с электронной площадкой. — Да, мы очень рассчитывали, конечно, на помощь в обеспечении грузоотправителей вагонами вот именно этой электронной торговой площадки, грузовой перевозки, которая начала свою работу в марте 2017 года. Конечно, то, что задумывалось, как ее представляли нам, эту электронную торговую площадку, она должна была, конечно, быть как уникальный сервис грузоперевозки, который позволял бы грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников. — Расскажите простым языком порядок действий. Вот эта электронная площадка. — Мы должны зарегистрироваться на этой площадке, имея электронную подпись цифровую и представить туда пакет документов. И мы туда должны были, вернее, имели право подавать заявки на тот подвижный состав, который нам необходим. — А там, наоборот, должны были все операторские компании предоставить всю имеющуюся базу вагонов, находящуюся в их распоряжении. — То есть на такую-то дату мы хотим, такое-то количество вагонов, они отправятся туда-то в такие-то сроки. — Они должны были предоставить наличие вагонов. Но, к сожалению, до настоящего времени на этой электронной площадке мы можем заказать себе вагонов крайне мало, а чаще всего вообще не можем. — А почему это происходит? — Потому что операторские компании очень мало информации дают о своем подвижном составе, какой они могут предоставить нам. То есть не дают всю информацию, которую хотелось бы видеть на сегодняшний день. — А почему такая лутайка происходит с их стороны? — К сожалению, мы на этот вопрос не можем дать ответ. Но на сегодняшний день мы с электронными площадками практически не работаем и снова садимся на телефоны и начинаем просто-напросто обзванивать все операторские компании, чтобы найти ту или иную подходящую нам для заключения договора. — То есть, по большому счету, по старинке вы продолжаете работать? — Да, да. Эта электронная площадка не помогла ликвидировать дефицит вагонов. — А в чем основная эта причина? — К сожалению, нам никто не дает разъяснение. — Почему так мертворожденный опять такой орган появился? — А у кого-то есть из присутствующих позитивный опыт работы через эту площадку? Или все-таки... — Все отрицательно головой делают. — Ну вот тот тоже прочитал информацию буквально свежую о том, что электронная торговая площадка не решает проблем малого среднего бизнеса. Это сказал представитель, член оргкомитета по транспорту опоры России Дмитрий Галапалаусов. — То есть, если по крупному бизнесу еще она, может быть, действует, и большие объемы грузов можно через нее каким-то образом регулировать, то малые грузоотправители все-таки или не пользуются, или решают свою проблему в угонном напрямую. — Дело в том, что крупный бизнес сегодня доведен до такого состояния, что вынужден приобретать сам подвижной состав. Вообще это совсем нелогично, понимаете? — А уж лучше свое иметь. — Это совсем нелогично. Мы тогда идем до того, что сегодня каждый грузоправитель в леспромхозе будет свой вагончик приобретать. — И ты должен где-то его содержать. — Где-то содержать. Это неправильно, понимаете? Поэтому вот хотели как лучше, помните известную фразу, а получилось как получилось. И если уже решили создавать электронную площадку такую, то, наверное, правила игры должны быть определены на уровне правительства России, где премьер-министр очень правильно и системно ведет идеологию на цифровую экономику. — А здесь, если я оператор хочу, я туда зашел, не хочу, не зашел. Но железные дороги-то получают огромные сегодня субсидии с государства. А раз получается, значит, ответственность должна перед государством и нам с вами. Поэтому тема тоже требует обсуждение. — Обратимся к нашей новой гости. — Да, да, к Ольге Николаевне Любимой. — Светлане Анатольевне Куклиной. — Пожалуйста, поближе микрофон. — Советник по экономике и авиатской торговой промышленной палаты. Светлана Анатольевна является экспертом, я считаю, по теме поставок грузов, продуктов питания, производства Кировского на север по железной дороге. Вот какие у вас проблемы? Есть ли проблемы, во-первых, с вагонами, с поставками вагонов? Да, и есть ли вообще проблемы по доставке этих грузов? — Ну, прежде чем озвучивать проблему с вагонами, я бы хотела обозначить важность проблемы для региона Кировской области, для нашей области. Вот знаете, уникальная особенность Кировской области заключается в том, что у нас огромное количество предприятий-производителей продуктов питания. Вот чтобы вы понимали, есть регионы, в которых доля этих продуктов составляет в структуре продаж предприятий 10%. У нас около 60% товаров на полках магазинов — это товары местных производителей. Это очень редко. — Молочная продукция, мясная продукция. — Вообще абсолютно весь спектр, могу сказать. — То, чем мы гордимся. — И минеральная вода, и квас, и майонез, и кетчуп — это можно бесконечно говорить. Нам очень повезло. Наши соседи — ближайшая республика Коми. Это тот регион, в котором практически нет продуктов питания, которые производятся на месте, за исключением, ну, может быть, хлеба, каких-то продуктов, которые быстро изготавливаются. — Особенности регионов в том, что у них не так развито сельское хозяйство, уже климатические особенности и так далее. — Мы ближайший сосед. Это второе наше конкурентное преимущество. То есть с точки зрения доставки транспортных расходов товары везти наиболее выгодно именно из нашего региона. Ведь все знают о том, что в структуре затрат транспортные расходы занимают второе место. То есть доставляя продукты питания из нашей области, мы уже изначально становимся более конкурентоспособными. То есть наши товары могут уже быть в более выигрышной позиции, если они заявляются на тендера. — Светлана Анатольевна, надо пояснить, а при чем здесь железная дорога? Есть другие виды транспорта? — Значит, поясню. Опять же... — И федеральная трасса. — Хорошо. Все правильно вы говорите. Действительно, те области и районы, где есть автомобильная дорога, услугами железной дороги не пользуются никто. Вот это факт, который сложился на сегодня. Если есть хоть малейшая возможность заставить товар автомобильным транспортом, именно так все и поступают. — Это простая экономика, да? — Простая экономика. Это не только простая экономика. Дальше мы придем, что еще какие факторы на это влияют. — Особенность Крайнего Севера как раз в том и заключается, что туда нет никакого другого варианта доставить продукты питания, кроме железной дороги. Вот так сложилось. Больше нет. И сегодня продукты питания, например, Республику Коми, там вот, допустим, Ямало-Ненецкий округ и так далее, все, что севернее нас, оно поставляется туда только железной дорогой. Основные каналы поставки, конкуренты нашего региона, опять же, чтобы было понимание, это Санкт-Петербург. То есть есть ветки железной дороги, это не из любого угла завезешь. То есть откуда товар поставляется? Так вот они идут из Кирова, они идут в Санкт-Петербург. И когда идут торги, вот основные компании, которые заявляются из этих регионов. То есть, казалось бы, нам очень повезло, все сложилось. У нас есть огромное количество производителей продуктов питания. Мы ближайший совет, сосед, что называется, участвуйте, выигрывайте, развивайте регион. С чем столкнулись предприятия сегодня, находящиеся в Кировской области? Документы, которые регламентируют порядок перевозок, перевозок настолько устарели, что фактически они сегодня являются не только сдерживающим фактором перевозок, а фактически остановили эти перевозки. То есть устав железной дороги правила перевозки создавались 15-20 лет назад. Во-первых, в документах, которые регламентируют перевозки, отсутствует огромное количество товаров, которые сейчас появились. Например, сырный продукт, например, изделия с кондитерской, а не с шоколадной глазурью. Это абсолютно разное с точки зрения температуры хранения товара. Нет сухих дрожжей, нет кормов для животных. Я могу долго перечислять, просто проблема такая. А их что, нельзя перевозить или что? А их нет в единой тарифно-статической номенклатуре грузов. То есть ты не знаешь, какой код им перевозить, и ты фактически везешь их уже рискуя. Как контрабанда какая-то. Оценит. Да, железная дорога и к какой группе она его отнесет. То есть есть уже судебные иски, когда, например, люди, считая, что это кондитерские изделия, перевозили при одной температуре, которая соответствует этикетке производителя. Железная дорога трактовала, что это шоколадное изделие, поскольку там есть какао-порошок. А это совсем другие правила перевозки. Шоколад плавится, если вы возьмете в руки, совсем при другой температуре. То есть это разные с точки зрения сроков хранения и условий хранения, и правил перевозки продукты. Например, ультрапастеризованное молоко. 20 лет разве оно было? Что это такое? 20 лет назад никто не мог себе представить, что товар можно хранить не в холодильнике, а молоко можно хранить. Николай Михайлович, да, и потом небольшую паузу. Небольшую перебивку сделаю. Казалось, какое дело железной дороги вообще для всех? Вот я хотел тоже это сказать. Какая разница, что вести-то? Когда эти документы принимались, это была ответственность собственника, а собственного государства, частная компания, и она все риски берет на себя. Точка. Пауза небольшая. Давайте все-таки прервемся и скоро вернемся к нашей беседе. Продолжаем. Да, продолжаем тему отправки товаров. И сейчас говорим как раз по продуктам питания вятским, которые отправляются на север по железной дороге, и по проблемам с тем, что нет номенклатуры, вернее, нет в документах даже той номенклатуры продукции, которая появилась за последние 20 лет. И это создает проблемы по отправке. Но, кроме того, и самое важное, что железная дорога почему-то берет на себя функцию контроля за качеством отправляемого груза и за условиями, температурными условиями его отправки. Хотя, фактически ответственность за это несет и грузы отправить и получать. Ну, что касается... Я напомню, это Светлана Куклина, советник по экономике и вятской торговой промышленной палаты. Что касается функции железной дороги, почему она берет штрафы? На самом деле, в рамках сегодняшнего законодательства железная дорога работает вполне себе законно. То есть, те законы, которые сейчас существуют, они позволяют им проверять как раз товар, который находится в вагонах, это предмет исполнения правил перевозки, например, скоропортящихся товаров. То есть, есть такой приказ МПС, который определяет правила перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся товаров. Вот как раз то, о чем мы говорим и с чем мы, допустим, сегодня предприниматели выступают, просто назрел очень остро вопрос как раз изменения законодательства, регулирующего эти перевозки. То есть, это не должно быть, наверное, зоной контроля и железной дороги, поскольку существует огромное количество организаций, которые на всем пути движения этого товара проверяют его качество. Есть другие органы, Роспотребнадзор и так далее. То есть, если товар поставляется в рамках госконтракта, он принимается, есть правила П-6, П-7, которые определяют порядок приема. И вы можете себе представить, что если приходит упаковка с небольшой вмятины, ее никакой покупатель не возьмет. Тем более, если это касается детского питания или школы, или больниц. В рамках контрактной поставки по дендорам существует контрактная неустойка, там до 10%. То есть, если ты привез конфету и она расплавилась, то ты теряешь 10%. Не просто у тебя товар не приняли, тебе вернули. Ты потратил транспортные расходы, ты теряешь 10% контрактной неустойки. Это прямые убытки. Мало того, руководитель предприятия, который перевозит товар, у него же уголовная ответственность. Если кто-то, не дай бог, отравится товаром, чтобы вы понимали, то есть, насколько серьезно перевозчик относится к организации процесса перевозки грузов. И действительно, в этой ситуации, понимая, что железная дорога сегодня осуществляет только функции по перевозке товаров, вагоны не являются собственностью железной дороги. Товар, который находится там, это тоже собственность. Конечно, тех, кто перевозит, непонятно, за что сегодня железная дорога берет штрафы. Причем размер штрафа просто ужасающий. Чтобы было понимание, если кладовщик на складе случайно перепутал одну упаковку конфет шоколадных с пралиновыми, штраф составляет 5 провозных плат. Что это такое? Провозная плата, она зависит от расстояния перевозки. Давайте возьмем стандартную. Это порядок цифр от 200 до 700 тысяч рублей. То есть, с одного вагона вот такой штраф выставляется. То есть, с одной стороны, вот сегодня, понимаете, обижаться на железную дорогу я не могу, потому что они работают в своем правовом поле. То есть, предприятие пытается отстаивать свою позицию в суде, например, по тем же спорным товарам, которых нет в этой номенклатуре. Что это? Они считают, что мы везли правильно. Посмотрите на ГОС, на упаковку. Это хранится так. Значит, железная дорога трактует это по своим документам. Говорит, да нет, там есть какао-порошок, это был шоколад. И совершенно по-другому оттрактовали. Суды будто бы тоже обижаться. Невозможно, потому что они работают тоже в правовом поле. И сегодня, вот, собирая эту информацию со всех предприятий, мы понимаем, что, наверное, этот вопрос должен решаться на законодательном уровне. Но, чтобы вы понимали, вот, раньше этот вопрос регулировался железной дорогой. И для предприятий, которые поставляют продукты питания в районы Крайнего Севера, то есть, где температурный режим даже летом плюс 15, плюс 20, вот даже в июле, да, то есть, выдавались спецусловия для перевозки. И именно, вот, предприятиям Кировской области еще три года назад эти спецусловия выдавались. То есть, мы могли в крытых вагонах возить товары на протяжении всего летнего периода, понятно, неся полную ответственность, как я уже говорила до этого, за их сохранность. Последние три года спецусловия не выдаются. К чему это привело? Объем грузоперевозок упал вот в два раза. Вот, чтобы вы понимали, это, если перевести это на, значит, деньги, то в масштабах области это сотни миллионов рублей. То есть, один вагон. В бюджет недополученных. Это объем товарооборота. Товарооборота. Объем товарооборота. Просто, там, стоимость одного вагона, там, от двух до пяти миллионов рублей товаров, которые собираются от производителей Кировской области. Как я уже говорила, производителей огромное количество. Вот это вот просто, если я начну перечислять, их очень много. И сейчас этот товар, он не продвигается за пределы Кировской области. И здесь, в этой цепочке, я считаю, что теряют все. Ну и бюджет-то тоже теряют? Ну конечно. Не до поступления налоговых в том числе. Потому что производители товаров не имеют рынков сбыта. Ни один производитель не отправит целый вагон молочки. Это собираются сборные вагоны, например, через логистические компании. Теряют логистические компании. Железная дорога потеряла производительную плату, которая уменьшилась для них тоже в два раза. И когда мы говорим о партнерстве, я всегда говорю, должно быть выгодно всем. И сегодня есть такой документ, который вообще не дает возможность зарабатывать всем. Особенности нашему региону. Вот поверьте мне, для Нижнего Новгорода это вообще не актуальная проблема. Почему? А потому что они не возят, скорее всего, туда. У них транспортные плечо удлиняются. Им навести через нас. Нам это выгоднее. Они эти рынки не осваивают. Это вот как раз за эти рынки борются ближайшие соседи к республике Коми. А Санкт-Петербург, например, имеет возможность договориться с той же железной дорогой. Они ближе просто получаются к органам управления. То есть они могут получить спецусловия, например, и возить эти вагоны уже сейчас, и продолжать возить. Мы не получаем. Регион в итоге теряет. Светлана Анатольевна, а вообще физически есть возможность некоторых видов товаров, которые подводят под эти жесткие регламенты температурные, перевозить? Или даже вагонов нет специально? Тоже надо разделить. Это касается... Возвращаясь к нашей теме-то, да? Касается разных вагонов. Значит, часть товаров должно перевозиться в вагонах рефрижераторов. То есть у нас прекрасная производительная мясная продукция. Мясо. Да, молочка. Это мясо, которое в разруб. Это колбасы. Вы сами... Можно сейчас вспомнить сразу, вот прямо лица наших производителей, кто этим занимается. Этот товар переводится только в вагонах рефрижераторов. Таких вагонов практически нет. С другой стороны, в районы Крайнего Севера, где температура 6 месяцев в году минусовая, на самом-то деле это все можно спокойно довести и в крытых вагонах, и никаких проблем бы тут не возникло. Потому что, ну, все помнят, как раньше на улице хранили то же мясо, и ничего с ним не случалось. Овоську за хорточку. Овоську за хорточку, да. То есть, в принципе, это тоже можно было бы просто сказать, что перевозите товар в соответствии с этикеткой на упаковке производителя, и гарантируйте, чтобы температура была именно такая. То есть и это можно решить. Что касается ИВТ-вагонов. Из-за термических вагонов, которые мы должны перевозить к вас, минеральную воду при температуре плюс 15 градусов, там соусы, бринты, все такое. Это такой вагон-термос, видимо. Вагон-термос, да, вот вафли мы должны туда наши положить, которые здесь производятся только в термосе можно. Плюс 15 только в термосе. Почему-то на полках в магазинах он лежит в обыкновенном формате, а в вагоне нельзя. Эти вагоны сейчас, слава богу, они есть в наличии, но бывают перебои. То есть зимой были периоды, когда вот был период, даже месяц не было в вагонах. А зимой они тоже нужны? Да, они нужны всегда. Перефреживание? Ну, есть правила перевозки, конечно. А подбеленная температура все. Ну, спросите, а вы создатели... В вагоне же теплее, чем на улице. Ну, есть требования закона, и вот мы сейчас, да, можем обсудить его, но мы сейчас трактуем то, как оно есть. Мы должны это все делать, это жестко регламентировано. Вы поймите, вот сейчас скажу хороший вопрос. Правила перевозки, они созданы для всей России. И в то время как в Сочи у нас может быть плюс 20, в Коми у нас может быть уже минус 10. Именно поэтому они написаны таким образом, чтобы охватить всю нашу необъятную страну от юга до севера. Вот так написано правила перевозки. Поэтому действительно вот это все таким образом регламентируется. Что касается... Ну, вот вы сказали, что нужны изменения в эти подзаконные акты. Да. Николай Михайлович, вот торгово-промышленная палата, я так понимаю, что упорно бьется на этом фронте, да? И в том числе по условиям перевозок грузов. Это реально изменить, выйти на законодателей или на правительство, если речь идет об их актах? Знаете, наш принцип, что любое обращение предприятий членов палаты, потенциальных членов палаты, вообще даже просто разумное обращение, оно обязательно является предметом рассмотрения. Вот мы уже обсудили вопрос после получения записки от Светланы Анатольевны. Мы обязательно, значит, соберемся на площадке палаты именно по этой группе. Не в целом по грузоперевозкам, а именно по этой группе. А по продовольствиям, да? Да, мы уже привели список предприятий, кто занимается делами. Мы пригласим обязательно руководителя регионального отделения железной дороги Сергея Георгиевича Шагалова. Мы с ним об этом говорили, хотя у Светланы Анатольевны вопросов и претензий к местному отделению никаких нет. Они получают вагоны, потому что это как раз упирается в изменение тех методологий, инструкций, спецусловий, которые есть. Но мы вот сейчас впервые с ним обвинялись, но позицию выслушать человека, который в системе работает, необходимо. Это один вариант. Потом мы переговорили, что поскольку спецусловия для меня тоже, я тоже что-то новое для себя открываю. Я не знал, что три года назад было можно, а сейчас почему-то нельзя. Ну, одна из причин. Кому-то это выгодно, понимаете? Ну, ничегошеньки не делая, прийти, покопаться. Я говорю, а какое дело железной дороги? Им вагоны уже не принадлежат. Дают пути и локомотивы. Их задача просто принять там настройку, какое дело, что там погружено. Если это не взрыв опасные предметы и так далее. Понимаете? Наркотиками тоже занимаются специально службы. Зачем железной дороги в это дело лезть? Это тоже тема. Поэтому вы абсолютно правы. И мы уже договорились, мы некоторые шаги предпримем. А, кстати говоря, на будущее, может, сюда. Да, я тоже шагал, им говорил. И сюда он не возражает, его всего пригласите. Но это не тот вопрос. Здесь не укомпетенция, хотя совет важен. Выход на более высокий уровень, Николай Михайлович? Ну, я думаю, знаете, у нас же есть пределы. У нас же есть пределы, примеры, прошу прощения. Когда по лесным же делам, вот когда была ситуация в октябре, по-моему, прошлого года. Игорь Владимирович Васильев незамедлительно, так сказать, на наше прощение написал свое, так сказать, письмо на президента Рожилия Белозерова. Наверное, надо абсолютно правильно. Ну, во-первых, мы обязаны проинформировать губернатора о ситуации. Я скажу, я сам вот сегодня открываю для себя, Светлана Анатольевна, мы сдерживаем сегодня реализацию продукции наших пищевых петель. Экономика области теряет. Отсюда экономика области теряет. И это недопустимо. Вот буквально я вчера узнал, что я вошел в новый совет, который создан при губернаторе. Это по инвестиционной политике и поддержке малой и средней бизнеса. Думаю, что я там сопредседатель, и я буду с удовлетворением, с удовольствием свои предложения вносить в эту работу. Правильно вы говорите. Правительство, бизнес, средства массовой информации, мы с вами тему не скрываем, не сглаживаем углы. Мы говорим то, как есть, и вместе находим решение. Небольшая рекламная пауза по традиции прямо сейчас, и после нее будем уже на финишную прямую выходить. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Видите, как раз в перерыве изучаю электронную площадку, грузовые перевозки, это сайт в интернете. Я решил повезти в Екатеринбург нефтепродукты. Тебе дали? Мне дают, мне дают, что-то предлагают, тут цистерны различные и так далее. Ну ладно, не будем отвлекаться. На предложениях, наверное, сосредоточимся, раз у нас тут представители отрасли непосредственно находятся. Мне бы хотелось еще вопрос задать, Ольга Николаевна. Все-таки, если область теряет, тот же должен поставлять продукты питания, тоже в Иркуту и так далее, там, где нет... Светлана Анатольевна, прошу прощения. Поставляет наши конкуренты из других регионов, из, я как уже говорила, Санкт-Петербурга. А Вологда нам не конкурент, она тоже тут под боком. В Вологда, она по железной дороге. Я же еще раз говорю, там не с каждого края завезешь, должны быть по железнодорожным веткам. Нам уже сказали, что нам повезло, сильно повезло. Нам повезло, нам сильно повезло. Нам повезло, что в конце 19 века у нас Перимкотловская железная дорога начала строиться. А мы этим почему-то сейчас не можем... В этой ситуации, знаете, у кого-то нефть, у кого-то газ. А у нас железнодорожная ветка и огромное количество производителей продуктов питания. Удивительно, что сейчас у нас нет возможности воспользоваться нашими конкурентными преимуществами, чтобы наш край процветал. А есть ли немножко отличие все-таки на автомобильные перевозки? Хоть это и не тема, конечно, нашей сегодняшней беседы, но вот если сравнивать, где выгоднее, где невыгоднее... Особенно с появлением Платона. Да, с появлением Платона, да. Я скажу сейчас. Вы понимаете, затраты на перевозку, они складываются из совокупности всех затрат, включая те штрафы, которые оплатят предприятия при проверках железной дорогой. Так вот сегодня практика показала, что на 100% в ситуации, когда ты рискуешь попасть под 100-тысячные штрафы, выгодным становится именно перевозки автомобилей. И показателем является то, что на сегодня там, где есть железная дорога, полностью логистические компании перешли на перевозку товара автомобилями. Обратную сторону этого... Наоборот, там, где есть нормальная автотранспортная сообщение. Да. Просто обратная сторона этого мы тоже все ощутили. Вот еще, скажем так, 10-15 лет назад очень активно использовался железнодорожный транспорт. Все перерисовые склады, которые есть на предприятиях, они были загружены товаром. В последнее время все перешли на перевозку автомобильным транспортом. Именно поэтому автомобильные дороги в очень короткий срок пришли в полное разрушение. Ведь, опять же, если вы возьмете сайт Платона, там есть четкая информация о силе воздействия на автомобильное дорожное покрытие грузового автомобиля. Оно в 40 тысяч раз выше, чем легкового автомобиля. То есть 40 тысяч легковых машин сопоставимы с одним 40-тонным грузовиком, Еврофурой, которая везет. И мы все удивляемся, отчего вдруг все автомобильные дороги у нас пришли в такую негодность. Так вот, я считаю, что ключевой фактор в этой ситуации как раз и связан с тем, что в силу вот этих запретов, ограничений, регламентов, предприниматели выдавили с рынка перевозок товаров, скажем, с помощью железнодорожного транспорта. И все перешли там, где проще, где меньше регламентов, где меньше запретов, где меньше ограничений. И стали возить товары именно автомобильным транспортом. Ну так может это и есть заговор автоперевозчиков против железнодорожников? Может как-то об этом... А давайте область звоню Светлана Анатольевна. А можно в фуле автомобильной везти вместе, скажем, с упакованным продуктом питания, неважно, майонезом, что-то, скажем, пластику, посуду, туалетную бумагу? Ну Николай Михайлович взял вопрос и сам улыбнулся. Конечно можно, Николай Михайлович. Вы понимаете, вот какой парадокс, а? То есть в автомобиле можно? Ну и пусть там можно, здесь нельзя. Потому что где-то наживается на штрафах. С кого? С производителя и перевозчика. И вот кто-то должен в нашем отечестве задуматься об этом деле. А то, что дороги разрушают, конечно. Опять кто вкладывает в основные дорог? Бюджет, значит в том числе в какой-то сеть. Мы с вами. И автомобилисты, да, через налог. Ну, налог и система-то Платона у нее предназначение, как нам заявлялось, это ремонт, собственно, и восстановление дальнейшее. А сейчас все-таки есть много случаев, когда автомобильный транспорт применить нельзя. Есть виды товаров, которые требуют именно перевозки по железной дороге. Есть направления, куда возможны только железнодорожные перевозки. Но для того, чтобы эту ситуацию улучшить, мы же не хотим идти в тупик, да, и консервироваться в том состоянии, в котором есть. Что нужно сделать? Кто, как не вы, можете подсказать вот эти механизмы выхода из тупика? Александра Савелина. Ну, я думаю, знаете, что нужно... Компания, юрисконсульт, компания «Арсенал», напоминает. В первую очередь, конечно, нужно решить очень много вопросов на законодательном уровне, чтобы у нас не было вот таких перекусов в деятельности различных организаций, которые действуют в одном направлении. Как вот, допустим, операторские компании и ОРЖД. Я думаю, что у них интересы должны совпадать, и они должны удовлетворять потребности всех наших грузоотправителей. То есть, в устав, конечно, железных дорог были внесены изменения в свое время, но я считаю, что много еще вопросов, которые не урегулированы в этом основном документе, который издается для наших железных дорог. Мне вот интересно, есть ли какой-то союз грузоотправителей вообще, который мог бы выступить переговорщиком по изменению регламентов? Мне такой неизвестен, к сожалению. То есть, здесь, по идее, по логике, должна общественная организация, представляющая ваши интересы, садиться за стол переговоров с ОРЖД и говорить, что вот это и это давайте будем менять? Вот. Поэтому я считаю, что требуется вот именно внесение более конкретных норм права в законодательные акты, регулирующие вот эти взаимоотношения операторских компаний ОРЖД и грузоотправителей и грузополучателей. Кроме того, все-таки грузоотправители очень рассчитывают на помощь вот этой электронной площадки торговой ОРЖД. И хотелось бы, чтобы каким-то, может быть, тоже нормативным документом, может быть, внесена была обязанность операторских компаний передавать сведения о своем, о наличии состава подвижного именно на эту электронную площадку, чтобы любой грузополучатель, войдя в интернет, мог посмотреть и выбрать себе подходящий подвижной состав. Светлана Анатольевна. Губернатор, либо еще каких-то руководителей области с руководством ОРЖД. Ведь сейчас мы все знаем, что руководители области могут получать какие-то дополнительные субсидии из бюджета, то есть какие-то свои взаимодействия. Существуют таким образом, чтобы область в каком-то вопросе получала какие-то преференции. Но вот мы такие особенные, мы работаем на север, там свои климатические особенности. Почему для отправителей грузов из Кировской области не предоставить эти спецусловия, которые, к тому же, предоставлялись еще три года назад? Ведь если железная дорога предоставляла эти спецусловия, это уже говорит о том, что не было никакого нарушения закона. Почему три года назад это было возможно, а сейчас нельзя? Мне кажется, что этот вопрос мог бы очень быстро решиться только путем подключения какого-то административного ресурса. Ведь это не вопрос какой-то отдельно стоящей логистической компании, это вопрос региона в целом. Лучше все-таки писать правила не под конкретный регион, а под неопределенный круг компаний, под неопределенный круг регионов, но учитывая климатические условия, учитывая географические условия и так далее. Вы знаете, как я скажу, если говорить о написании правил, я для себя четко понимаю, что это достаточно длинный путь. Это знаете, там есть комитеты, которые занимаются разработкой законов, в этом направлении нужно идти, я это сразу сказала. А пока они принимают, можно гораздо короче, быстрее сделать это со стороны, например, какой-то инициативной группы из правительства области и сказать, вот это нужно сделать для нашего региона здесь и сейчас. Дайте просто письма, это ничего сложного. Разрешительная бумага тем, кто обратился, кто в этом заинтересован. И идти в двух направлениях. Да, мы каждый раз зависим, мы эти письма пишем, мы просим. Вот нам три раза, допустим, предприятиям три раза отказали. Могут дать, могут не дать. То есть я считаю, что в двух направлениях и одно другое не перечеркивают. Да, должна быть законодательная инициатива, можно как угодно переписывать, но это долго. Это пока пишут, пока юристы там это все оформляют, какой-то закон, пока три чтения и куда-то там пришло. Это можно годами сидеть, как вы сказали, но теряют все. А короткий путь, на мой взгляд, очень короткий. Это кто-то с кем-то сходил, обсудил, договорился. Ведь мы не просим денег, вот на самом деле сейчас мы говорим, да, о такой серьезной проблеме, которая не стоит вообще никаких денег. Мы не просим никаких инвестиций, мы не просим никаких субсидий. Мы просим просто дать разрешение, которое, в принципе, выдавалось раньше. — Ольга Николаевна, ваше мнение, как изменить ситуацию? — Микрофон поближе, пожалуйста. — Полностью поддержу Светлану Анатольевну в части нормативной документации, то, что она должна измениться. Пересмотреть устаревшие технологии, вот именно в погрузках, тоже все нужно менять под современные условия грузоперевозок. И второй момент, вот я к нему возвращаюсь вновь и вновь, именно по поводу персонала самого же монополиста. На сегодняшний день не клиента ориентирован, как я уже говорила. То есть поменять. То есть когда, грубо говоря, приема с датчик будут перегрызать горло за грузоотправителя своему начальнику станции, доказывать, когда начальник станции будет бороться со своим начальником ДС, и так дальше, тогда будет эффективность. Сегодня все с точностью до наоборот. То есть сегодня давят... — Простите, вряд ли они в этом заинтересованы. Вот есть у них свой набор функций. Будут они бороться? — Должны быть замотивированы. — Будут бороться, одну зарплату получат, не будут, и эту же получат. — Нет, нет, нет. У них премии, кстати, их премиальные, очень сильно зависят от грузооборота, который падает. Который падает. Понимаете, в чем дело? Это и есть мотивация. — А сами, небось, удивляются. А что это у нас тут снижение показателей происходит? — Вот, в том-то и дело. — Давайте еще гайки закрутим, давайте еще ужас точим. И, видимо, как-то вот в этом направлении-то, да? — Николай Михайлович, поднимите черту. Вот итог, да? — Ну, главное, вероятно, мы стояли здесь не для того, чтобы пересматривать, так сказать, транспортные пути и искать альтернативу железнодороги. В данном случае, в большом понимании, нет альтернативы в ряде случаев, о чем Светланова сказал, нет. Но наша задача еще раз эту проблему обнажить. Сказали, что мы не жили с старыми стереотипами. Тем более, было так, стало хуже. Не должно быть хуже, понимаете? Мы понимаем прекрасно, что нельзя сегодня работать только в угоду себе. И та же железная дорога. Будет работать лучше, о чем сказал Ольга Николаевна, и премии получать. Есть все объемы, перевозы, грузы, перевозы будут нарастать. Нельзя привести себя к состоянию, что жить можно за счет штрафов, ухудшая экономическое положение своего партнера. И кто-то должен сказать, что так нельзя дальше быть. Понимаете? Мы сегодня в шесточайшем конкуренции с Западом, с Советными Штатами, с Китаем уже. И там другие сегодня совершенно критерии. А для этого правильный вопрос задали. Есть и такие силы. Ну, во-первых, конечно, у нас четкую позицию всегда изглавляет президент России. Мы за эту позицию. Есть форма работы. Полминутки у нас просто еще. Есть форма работы. Есть союз груза транспортников России. Есть комитет Российской палаты. Один человек возглавляет. Он же первый зам председатель комитета Госдумы Ефимов Виталий Борисович. Соберемся, выработаем позицию и будем двигаться дальше. Но тему бросать нельзя на полпути. Подключать правительство, оно заинтересовано в большей степени, чем мы. Просто не стоять на месте, двигаться вперед. Благодарим наших гостей. На этом программа «Разворот на бизнес» на сегодня завершена. До следующей среды, я так понимаю. Или через среду. Или через две недели. Но в любом случае, да. Благодарим нашего партнера. Завод Сельмаш. Спасибо нашим гостям. Удачи в вашей работе. Хорошего всем дня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова